Вечером 24 марта 1999 года неожиданно прервалась трансляция югославского телевидения. Жители Белграда услышали мощный взрыв в районе телецентра. Так началась военная операция стран блока НАТО против Югославии. По резолюции Совета безопасности ООН оказывать военную помощь югославской армии было запрещено. Мое отношение к этим войнам, это войны не джентльменские и неприличные. Навалился пол мира самых развитых стран, чтобы отбить слабого. Прогнозируя военно-стратегическую ситуацию в европейском регионе, российские военные специалисты еще до начала войны обучили югославских офицеров искусству борьбы с современными аэрокосмическими системами нападения стран блока НАТО. Излучать сейчас долгом никто не даст. Иначе сейчас мгновенно противорадиолокационную ракету получишь мгновенно. И во славе как делалось? На мгновение включился, обнаружил выстрел, сбил и выключился. И удрался от этого места. На третий день войны произошло событие, которое стало мировой сенсацией. Зенитно-ракетным комплексом куб советского производства был уничтожен новейший американский истребитель F-117 Stealth. Некоторые военные аналитики объясняют это поражение тем, что программа создания самолета-невидимки, стоившей Соединённым Штатам несколько миллиардов долларов, была спланированной акцией спецслужб СССР. Это вариант ударного американского беспилотника-невидимки Х-45. Пока он находится в стадии разработки, так же, как и перспективный истребитель-невидимка F-35, выполненный по технологии Stealth. В Пентагоне их называют секретным оружием будущего. Но на самом деле оно уже не представляет загадки для российских радиолокаторов. Отечественные специалисты вычислили возможности обнаружения, сопровождения и наведения оружия на эти цели. Stealth, что в переводе с английского означает «втихомолку», незаметно. Ключевой признак современной боевой техники. Сегодня мы впервые покажем, как работает российский анти-Stealth. Оружие-невидимка. 15 сентября 1959 года в Вашингтоне приземлился советский межконтинентальный самолет Ту-104. Новейший пассажирский лайнер, сделанный на базе бомбардировщика Ту-95, впервые в мире совершил беспосадочный перелет через океан. Ту-114 поражал своими размерами. Специалистам аэропорта пришлось специально увеличивать высоту трапа. В США прибыл первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев. На рубеже 60-х годов Соединенные Штаты активно наращивали стратегические ядерные силы для ведения крупномасштабной войны против стран социалистического лагеря. Но лидер советского государства демонстрировал уверенность в победе. Если вы будете ухать против нас и будете опять готовить нападение, мы так ухнем, что больше не будете ухать. В поисках военных секретов над территорией Советского Союза резко активизировались полеты американских самолетов-разведчиков У-2. Совершенно секретно. 27 октября 1959 года. Вашингтон, округ Колумбия. Министру обороны США Роберту Макнамаре. В результате полетов самолета-разведчика У-2 над европейской частью СССР установлено, что недалеко от Москвы, в районе города Кальминина, регулярно курсируют эскадрильи советских истребителей. Смысл этих маневров объяснить невозможно. Начальник разведки ВВС США генерал-майор Стюарт Кейбер. Как оказалось, необычные маневры советских самолетов в районе Кальминина, так в то время назывался город Тверь, были частью грандиозной программы создания надежного небесного щита. Развернутая в СССР уникальная система противовоздушной обороны должна была закрыть столицу страны от налета американских бомбардировщиков, а новейшие зенитно-ракетные комплексы С-25 могли поражать цели на высоте свыше 20 километров. Поиск и уничтожение целей строился на принципе радиолокации. С помощью графического изображения вы видите, как работает радиолокационная информационная система. Радиолокатор излучает электромагнитные волны. Сигналы достигают объекта и, отразившись, возвращаются назад. Энергия отраженного импульса несет информацию о местоположении и характере цели. Чем больше эффективная площадь рассеивания радиоволн, тем заметнее летательный аппарат. Маневры советских самолетов позволяли изучить радиолокационные особенности летательных аппаратов. Центром этих исследований стал открытый в Каленине второй научно-исследовательский институт Министерства обороны СССР. Военным специалистам предстояло создать такую информационную систему, которая позволяла бы как можно раньше обнаруживать летательные аппараты противника. Мы даем азбуку первичную, на основе которой для всех реальных условий можно получить конкретно спланировать стрельбы и определить, когда что произойдет. Высокая точность – это как бы наш конек. В первую очередь советские военные специалисты вычислили радиолокационные портреты американских бомбардировщиков В-52 и самолетов-разведчиков У-2. При этом выяснилось, что радиоотражение каждого объекта индивидуально, как отпечатки пальцев. С появлением радиолокаторов самолеты стали уязвимы за пределами прямой видимости. Создание азбуки радиолокационной заметности позволило сделать первый шаг на пути к невидимости летательных аппаратов. В 1914 году начальник офицерской электротехнической школы Борис Бурман организовал необычную систему обороны Москвы. За воздушной обстановкой следила специально подобранная команда слухачей. Специальными резонаторными трубами, направленными в какую-то определенную сторону, прослушивали воздушное поле, проходили какие-то звуковые сигналы, не похожие на птиц, на другие естественные признаки нарушения воздушной обстановки, и передавали информацию. Всего несколько десятилетий спустя советские ученые не только разработали уникальные системы слежения за воздушным пространством, но приступили к активному освоению космоса. 20 августа 1960 года впервые в истории предстояло вернуть живое существо из космоса. На орбите работали московские дворняжки Белка и Стрелка. Если бы собаки погибли, полет Юрия Гагарина могли отложить на неопределенный срок. Вы их, конечно, узнали. Еще бы, у них мировая слава. 17 раз они обогнули земной шар, пролетев 700 тысяч километров. Телевидение помогло заглянуть на борт космического корабля, и ученые наблюдали, как себя чувствуют животные. И как они ведут себя в полете за сотни тысяч километров от Земли. Когда спускаемый аппарат входил в атмосферу, случилось непредвиденное. При посадке космический аппарат с собаками исчез с экранов радара. Через несколько минут сигнал восстановился. Оказалось, что нарушение радиосвязи было вызвано раскаленным ионизированным газом, плазмой. Плазма возникает всегда при высокоскоростном движении в атмосфере, любой, на любой планете, и в Земле в частности. Метеориты, которые мы видим, они сгорают именно благодаря этому. За счет нагрева температура там 20 тысяч градусов, так, если это маленькая частичка, она плавится и испаряется. Советские ученые предположили, что создавая искусственные плазменные облака, можно сделать самолеты, ракеты, танки невидимыми для сигналов радара. Реализация этого проекта затянулась на 20 лет. Во второй половине 60-х годов Соединенные Штаты Америки, стремясь завоевать превосходство в воздухе, приступили к разработке новейших истребителей-бомбардировщиков и беспилотных летательных аппаратов. В это же время военные специалисты 2-го НИИ Министерства обороны СССР выяснили, что для создания точной радиоазбуки противовоздушной обороны нужна стерильная частота радиоэфира. Экспериментальные перелеты самолетов по маршруту Клин-Коленин отменили. Исследования стали проводить на макетах летательных аппаратов. Это позволило с ювелирной точностью проводить измерения невидимого для человека мира радиоволн. Я нахожусь в одном из самых закрытых учреждений Министерства обороны России. Второй центральный научно-исследовательский институт «Мозг противовоздушной и противоракетной обороны». При помощи этого уникального эталонного радиолокационного комплекса «Эрик-1» вскрываются все тайны технологии стелс. В зоне исследования на высоту 30 метров поднимается цель. Это может быть космический спутник, крылатая ракета или самолет. Летательный аппарат облучает во всех диапазонах частот электромагнитными волнами и составляет его радиолокационный портрет. Своеобразный фоторобот. Благодаря этим исследованиям было доказано, что невидимость имеет свои границы. 13 октября 1968 года президент США Линдон Джонсон отдал приказ о полном прекращении бомбардировок Северного Вьетнама. Это решение было представлено как уступка требованиям американских пацифистов. На самом деле, военное командование США пребывало в растерянности. За три года войны в Индокитае советские зенитно-ракетные комплексы уничтожили 3000 американских самолетов. Боевая раскраска под цвет неба и полеты на малых высотах в режиме радиомолчания не спасли от советских средств ПВО. Вы можете надеть любой маск-халат, да, вас будет невидимо, но вы будете говорить. И вас обязательно найдут. Так и здесь. Если какой-то передатчик излучает на летательном аппарате, то этот передатчик, конечно, будет, грубо говоря, зафиксирован, запеленгован, координаты объекта будут известны, и значит, по нему может быть применено управляемое оружие. В это же время на вооружении советской армии был принят зенитно-ракетный комплекс С-125, специально предназначенный для работы по низколетящим целях. Но решение проблемы невидимости от ракетных средств поражения требовало революционных технологий. Секретно, срочно. 6 октября 1973 года. Вашингтон. Министру обороны США Джеймсу Шлессингер. В территориальных водах Йемена под видом гражданского транспорта появился советский военный плод. По агентурным данным, русские договорились с местным правительством о размещении на острове Перим военной базы. Советские войска могут блокировать Оденский пролив и закрыть проход в Красное море. Руководитель разведывательного управления военно-морских сил США Ричард Пойн. В тот же день египетские войска нанесли авиационный удар по военным базам Израиля и форсировали Суэцкий канал. В зоне конфликта были сосредоточены силы военно-морского флота обеих сверхдержав. Между ними началась невидимая радиоэлектронная борьба. В мае 1897 года в Санкт-Петербурге прошли испытания необычной системы сигнализации, изобретенной служащим морского ведомства Александром Поповым. Работа радиолинии была впечатляющей. По указу императора Николая II началось срочное радиовооружение российского флота. Когда было замечено, что когда между двумя кораблями, подержившим радиосвязь, проплывает третий корабль, то связь пропадает. Или когда рядом работает другой передатчик, то возникают помехи и снижается качество радиоприема. То же самое в радиолокаторах. В 70-х годах прошлого века нарушение радиосвязи стало неотъемлемой частью боевой тактики военно-морского флота СССР. Изощренные маневры советских кораблей настолько засоряли эфир, что электронные системы наведения стран блока НАТО теряли ориентиры. И в случае атаки ракеты пролетели бы мимо цели. Все, что мы сегодня относим к оборонной промышленности, в советскую пору традиционно было наиболее наукоемкой и конкурентоспособностью отрасли народного хозяйства. В него вкладывались большие деньги на поддержание, на техническое оснащение, на обеспеченность высококвалифицированными кадрами. Советские моряки, виртуозно владея искусством постановки радиопомех, побеждали в невидимой радиоэлектронной борьбе. В то же время боевая техника, специально созданная для ведения скрытной войны, зачастую уступала противнику. Советские подводные лодки были оснащены самым современным оружием, но грохот двигателей отечественных субмарин разносился под водой на сотни ми, и американские гидрофоны легко их обнаруживали. Сонарный контакт, капитан! Сзади по борту! Американцы, класс Лос-Анджелес! Они идут по своему курсу! На северо-запад! Нас не слышат! Что это? Пение, капитан! Пение? Специальные акустические покрытия и малошубные грибные винты сделали отечественные субмарины более скрытными. Но главной изюминкой стала новая компоновка, предложенная специалистами конструкторского бюро «Малахит». На подводной лодке все шумящие агрегаты расположили внутри специальные рамы, а саму раму закрепили на амортизаторах. Таким образом, к концу 70-х годов модернизированные советские подводные лодки стали практически невидимыми для раскинутой в мировом океане информационной сети слежения стран блока НАТО. Секретно. 15 июля 1978 года. Москва. Начальнику Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил СССР Петру Ивашутину. По нашим сведениям, компания «Лобхет» выделена 10 миллиардов долларов на разработку нового истребителя. Тактико-технические характеристики нового самолета держатся в строжайшей тайне. Известно название «Стелс», по которому можно предположить, что США приступили к созданию самолета-невидимки. Военные атташе посольства СССР США Михаил Лазутин. Получив эту информацию, представители военного командования обратились за консультацией в Институт Министерства обороны города Калинин. Но его специалисты отнеслись к новому секрету Пентагона на удивление спокойно. Как оказалось, сотрудники института соревновались в моделировании неневидимых самолетов задолго до поступления информации из ГРУ. И это не просто было на бумаге. Значит, у нас в институте был изготовлен макет самолета размером где-то 17 метров. Вот игра цифр 117-17 метров. Он очень и очень на него похож. Помните, еще и школы закон падения. То есть угол падения и угол отражения, они равны. Поэтому появились плоские формы. В этом случае сигнал уйдет под зеркальным углом и никогда не вернется в приемник радиолокатора. Изучая модели летательных аппаратов в разных диапазонах радиочастот, специалисты института пришли к парадоксальному выводу. На длинной волне самолет-невидимку можно обнаружить так же, как обычный планер. Новейшие советские зенитно-ракетные комплексы С-200 могли поразить его на дальности 200 километров. Если объект вообще не отражает, то есть это абсолютно черное тело в теории существует, но на практике этого не бывает, потому что все объекты имеют, как мы говорим, ряд дефектов, в кавычках, которые все равно отражают. Абсолютно невидимый объект создать невозможно. Это пропаганда. Именно это обстоятельство стало решающим для невидимки F-117, сбитого в небе над Югославией. Плоская форма и специальное покрытие самолета, напоминающее шпаклевку, снизили его заметность, но самой большой проблемой оставались ребра. Места стыков обшивки планера. Они фонили, и радиолокаторы хорошо видели невидимку. Неожиданно американским специалистам попалась научная статья советского ученого Петра Уфимцева. Его идеи позволили Соединенным Штатам не только сэкономить время и миллиарды долларов, но и совершить настоящий технологический прорыв. Оказалось, что еще в начале 60-х годов Уфимцев вывел математическую модель оптимальной формы планера. Это позволило американцам в кратчайшие сроки спроектировать новый малозаметный стратегический бомбардировщик Би-2. Американский бомбардировщик Би-2 также не удивил специалистов Второго института Министерства обороны. Проводя кропотливые исследования радиолокационных особенностей летательных аппаратов, они выяснили, что технология снижения заметности очень капризная. Малейшее изменение конструкции, даже новая гайка сводит на нет всю работу. И для радара самолет-невидимка становится обычным планером. На этом основании некоторые военные аналитики стали утверждать, что внедрение технологии стелс, которая обошлась Соединенным Штатом в несколько миллиардов долларов, было спланированной операцией советских спецслужб. Канун 1980 года руководство Соединенных Штатов Америки заявило о бойкоте Московской Олимпиады. Президент Соединенных Штатов Джимми Картер на сей раз не демонстрировал своей разрекламированной улыбки. Наши атлеты не поедут в Москву. Этому решению предшествовал скандал в Центральном разведывательном управлении США. Как оказалось, когда Советский Союз ввел войска в Афганистан, то информацию об этом событии американское командование получило лишь после сообщения ТАСС. Меры повышенной секретности и режим радиомолчания позволили советской армии стремительно взять под контроль стратегические объекты Афганистана. Эта операция еще раз доказала значение искусства маскировки и незаметности в приведении боевых действий. В 964 году русский князь Святослав выступил в поход против Хазар. Дружина полководца преодолевала реки под водой, используя тростник как дыхательные трубки и неожиданно атаковала противника с тыла. Боевой клич Святослава «Иду на вы» сеял ужас и обращал неприятеля в бегство. Введение противника в заблуждение это вообще-то философия жизни, поскольку даже в природе встречаются это самые различные насекомые и звери. Все они применяют меры по обеспечению скрытности. В марте 1984 года в районе афганно-пакистанской границы произошел воздушный бой. Новейший советский истребитель МиГ-23 незаметно подкрался и атаковал американский истребитель-бомбардировщик Ф-16. Как оказалось, МиГ-23 стал первым советским самолетом, на котором испытывалось специальное радиопоглощающее покрытие. Секретная краска, разработанная на основе мелкодисперсных электромагнитных материалов, должна была сделать самолет невидимым для радаров. Но первые опыты маскировки с помощью новой краски закончились курьезом. Наносили эти материалы покрытия на летательный аппарат, поднимали аппарат в воздухе, а прилетал он чистенький, потому что они все отваливаются. В ходе экспериментов советские военные специалисты выявили простую закономерность. Невидимость в диапазоне коротких волн обеспечивает покрытие слоем несколько миллиметров. Но чем больше длина волны, толще должно быть само покрытие. Новые самолеты невидимки, о которых сообщала ГРУ, американцам надо было покрывать метровым слоем защиты. Не должно быть, так сказать, идеи фиксов, что обязательно вот он не заметен, и все. А на задачу решать не может. Немножко дало изменение прирост, так сказать, снижение заметности за счет покрытия, что-то дало изменение формы летательного аппарата. Понимаете, это в комбинации даст определенный эффект. В середине 80-х годов отношения СССР и США обострились еще больше. Стратегическая оборонная инициатива Соединенных Штатов задала новый темп гонки вооружений. В глобальном противостоянии двух сверхдержав особая роль отводилась воздушно-космическому пространству. Отечественные ученые создали уникальные загоризонтные радиолокаторы, которые могли обнаружить цель на расстоянии тысячи километров. Основой защиты от массированной воздушной атаки США стали новейшие зенитно-ракетные комплексы С-300. Интересно, что во время испытаний их путали в специальные телогрейки. Так советские военные специалисты изучали возможности радиопоглощающих материалов снижать заметность оружия для радаров. Работа над ЗРК С-300 была частью экспериментов по созданию технологии, которую сегодня называют русский антистелс. В это же время специалисты знаменитого конструкторского бюро Сухого создали самолет, который совершил прорыв сверхманевренности. Ну, мы как бы то вот миновали создание просто прежде всего невидимых самолетов типа Е-117 и Б-2 и всегда занимались разработкой самолетов, привлень древних самолетов, исходя из их максимальных боевых возможностей. Козырем в воздушном бою стала удивительная способность истребителя Су-27 играть в прятки с системами обнаружения противника. Во время динамического торможения, когда самолет вертикально вонзается в небо, а затем увеличивая угол атаки до 120 градусов летит хвостом вперед, на некоторое время он пропадает с экранов радаров и становится невидимым для средств поражения. Ни один зарубежный самолет не может совершать подобных маневров. Ударной мощью военно-воздушных сил США сегодня является многофункциональный истребитель F-22 и вот эта стратегическая крылатая ракета АКМ-129. Выполненные по технологии стелс, они должны наводить ужас на потенциального противника. Воздушный бой обычно выигрывает тот, кто внезапно атакует первым. Но сигналы радаров, обнаружение цели тут же выдают местоположение самолета и атакующий часто сам становится мишенью. Чтобы скрыть источники радиоизлучения и сделать боевую технику незаметной, советские конструкторы стали создавать плазменные шапки-невидимки. Советские ученые выяснили, что самолеты, оборудованные специальными плазменными генераторами, способны развивать гиперзвуковую скорость и совершать удивительные маневры. Пилотируемые летательные аппараты, не сгорая, могут стремительно проходить плотные слои атмосферы и достигать Земли за считанные секунды, как баллистические ракеты. Та резина, на которой вы ездите, то же самое. Вы на шипах едете, на лысой резине, значит, что выгоднее. Либо начинаете тронуться за 100 метров до препятствия, либо вам достаточно 10 метров и встанете. Вы видите уникальный, недавно рассекреченный документ. На испытательном стенде комплекса Эрик-1 размещены два работающих ракетных двигателя. Встречные потоки раскаленных газов создали плазменное облако. Возник еще интересный вопрос. А что из себя представляет с точки зрения отражений плазмы? Как всегда, сначала возникла идея, потом эта идея была преобразована в макет. На экранах радара плазма давала колоссальную засветку и гасила электромагнитные импульсы во всех диапазонах частот. Казалось, что универсальное средство борьбы с радиолокаторами найдено. Первыми самолетами, оснащенными плазменными генераторами, стали истребители МиГ-29. Но испытания самолета дали неожиданный результат. Он же должен вести разведку, радиолокационную разведку, вести, передавать информацию, применять оружие, вести, подсвечивать цели. А здесь плазма полностью закрыла со всех сторон. Но они еще плюс мешают работе собственных бортовых средств. Мешки летят, тоже неинтересно. Отказавшись от полной невидимости, отечественные специалисты стали прикрывать плазменной оболочкой лишь самые заметные для радара фрагменты конструкции. Во время испытаний нового стратегического бомбардировщика Ту-160 плазму скрывало только нос фюзеляжа. Комплекс постановки радиопомех и мощный бортовой радиолокатор Ту-160 позволял обнаруживать цели на удалении несколько сот километров. При этом сам самолет оставался практически невидимым. Ту-160 они уже имеют элементы технологии стелс. Они облагорожены, убраны все, оружие убрано в внешних подвесках. Он весь, так сказать, грубо называем, вылизан. В конце 80-х годов казалось, что советская армия находится в шаге от новой технологической революции, открывающей фантастические перспективы. И все-таки все то, что мы развернули через реформу, через демократию через советы, через трудовые коллективы, через вот эти вещи все, включения, вот это только путь. Это. Там уже вы, власть в натуре. Летом 1995 года силы федеральной группировки войск вытеснили боевиков с равнинной территории Чечни. Ожесточенные бои развернулись в предгорьях Большого Кавказа. Сухопутная операция проводилась при поддержке фронтовой и армейской авиации. Экипаж Анатолия Сафронова на вертолете Ми-24 с сопровождением Ми-8 вылетел в горы для доставки боеприпасов российским десантникам. Боевики заметили выдвижение группы и начали обстрел ракетами «Стингер». Как в фильмах, наверное, бывает, что со всех сторон вот эти огненные белые шары такие вокруг тебя вот ты летишь маневрируешь на вертолете они вокруг тебя значит вспышки такие ну конечно очень неприятно. Маневрируя на предельно малой высоте Анатолий Сафронов спрятался в складках местности и вырвался из огненного кольца. Но второй экипаж не смог увернуться от прицельного огня. В поверженном вертолете стали взрываться боеприпасы. Чтобы успеть спасти товарищей Сафронов вплотную подлетел к месту катастрофы и посадил свою машину на узкой полосе между лесом и горной пропастью. В это время к месту падения начали подтягиваться боевики. И самое интересное что они стреляли потому что действительно думали что ну все куда как куда взлетать потому что сзади там пропасть там везде все вот ну удалось опять же благодаря Афганистану там приходилось сработать по горам практически переворачиваешься через себя на 180 и дальше с разгоном скорости пока падаешь вдоль скалы туда вот переходишь на косую обдувку вот и вертолет начинает хватать воздух то есть появляется мощность какая-то тяга вот и после этого значит благополучно я взлетел вместе со спасенным экипажем вертолета Ми-8 Анатолий Сафронов вернулся на аэродром в Грозный в эти дни специалисты конструкторского бюро имени Миле в сложнейших экономических условиях работали над новым вертолетом который должен был стать невидимым для ракет стингер реагирующих на тепловое излучение двигателя весной 1996 года в небо поднялся экспериментальный образец российского боевого вертолета Ми-28Н ночной охотник был способен выполнять фигуры высшего пилотажа обратите внимание на облик новой машины газотурбинные двигатели спрятаны в специальные гондолы в которых раскаленные выхлопные газы смешиваются с холодным окружающим воздухом с помощью специальных теплозаводников границы температур размываются и зенитные ракеты с тепловыми головками самонаведения теряют цель чтобы отвести удар вертолет может сбрасывать и тепловые ловушки в то же время конструкторы знаменитого вертолетного завода имени Миля заменили округлые формы стекол кабины плоскими панелями они не дают оптических бликов и снижают заметность ночного охотника в светлое время суток технологии вот этот стелс это мечта наша от этого просто зависит наша жизнь заметит значит тебя здесь уничтожат потому что у нас сейчас средства авиационного поражения до того развиты что чувствуешь допустим когда летишь на вертолете что в любой момент ты можешь быть поражен особая схема х-образного рулевого винта резко снизила уровень шуманового вертолета Ми-28М оснащенный уникальным комплексом радиоэлектронной борьбы подкрадывается к цели практически незаметно вероятность обнаружения средств нападения противника на разных изучает специалисты второго научно-исследовательского института Министерства обороны в Твери возможности перспективных американских зенитно-ракетных комплексов Патриот и ТХАТ были раскрыты с помощью этих специализированных радиолокационных установок эталонного комплекса ЭРИК-1 они работают в том же режиме что и системы противоракетной обороны США российские специалисты смоделировали разные варианты возможного боевого столкновения и нашли способ гарантированного прорыва систем ПВО и ПРО насыщенных новейшими информационными и огневыми средствами поражения 20 марта 2003 года войска США и Великобритании начали очередную войну в зоне Персидского залива массированные ракетно-бомбовые удары по военным объектам Ирака наносились с расстояния недоступного для иракских систем ПВО для этого воздушный разведывательный комплекс АВАКС сканирует местность радиолокаторами на дальности 500 километров информация передается по каналам спутниковой связи звену тактической разведки и в виде целеуказания поступает боевым комплексом поражения Основным средством обнаружения наземных систем служит тепловизор которые оценивают облик цели по тепловому контрасту поскольку температура сухопутной техники обычно выше естественного фона Сегодня в России уже разработаны уникальные методы противодействия этим новейшим американским системам наведения Вопрос на засыпку А как же вы будете применять боевую технику если все вот так все видно Недавно специалисты российского научно-исследовательского института стали разработали уникальные средства маскировки сухопутной техники Как выяснилось для средств воздушно-космической разведки боевые машины в специфическом радиопоглощающем камуфляже становятся практически незаметными не надо полностью сделать машину невидимой этого невозможно сделать надо именно снизить заметность машины на поле боя снимается мерка одевается соответствующий будем говорить чехол или целая гамма чехлов которые входят в комплект которые закрывают поверхность машины изменяя ее облик снижая эффективную поверхность рассеивания испытывая разные способы борьбы с тепловизорами российские специалисты изобрели специальную липкую пену пенное покрытие снижает контрастность цели размывая тепловые контуры мишени но средства поражения развиваются настолько стремительно что эффективную оборону сегодня может обеспечить оружие созданное по технологиям завтрашнего дня хотя и угроза крупномасштабной войны в первую очередь ядерной сегодня значительно снижены но в целом конфликтное пространство к сожалению разрастается иногда оно распространяется на зону жизненно важных интересов России и мы должны быть способны реагировать на новые вызовы и угрозы безопасности подлинную революцию на современном поле боя произвел российский оперативно-тактический ракетный комплекс Искандер-Э работа над ним велась почти 10 лет за это время военные специалисты 2-го института министерства обороны смогли не только сохранить уникальную систему исследований но вывести российскую технологию антистелс на новый уровень головка самонаведения ракеты по сути является миниатюрным радиолокатором получив цель и указания боеголовка берет на себя управление ракетой сама захватывает сопровождает и уничтожает цель для преодоления системы противовоздушной обороны противника комплекс Искандер ставит мощные радиопомехи идеально обтекаемая форма слой специальных покрытий и непредсказуемые противолокационные маневры самой ракеты делают оружие невидимым для средств обнаружения противника мы отказались от чистой баллистики потому что баллистика это траектория которую я могу просчитать я сделал 2-3-4 замера я знаю всю траекторию в Искандере вы уже ничего не просчитаете не имеющий аналога боевой комплекс Искандер еще раз подтвердил вывод отечественных военных специалистов что технология стелс эффективна только в комплексе мер по решению проблемы невидимости но конкретные детали еще долго будут скрыты под грифом совершенно секретно военная история 20 века началась с ведения камуфлированной военной формы для английских солдат столетиям позже решение проблемы невидимости в воздухе на земле и воде стало одним из ключевых направлений военной науки привычный облик боевой техники уходит в прошлое сегодня она все больше напоминает оружие из фантастических фильмов где сражают боевые призраки невидимки как атомная бомба и баллистические ракеты когда-то определяли направление военно-технической мысли так сегодня создание малозаметного оружия диктует темп развития современных систем вооружения все что будет невидимым в ближайшие 10-15 лет находится здесь в одной из лабораторий второго центрального научно-исследовательского института министерства обороны России его специалисты выявили не только сильные и слабые стороны технологии стелс но и прочитали возможные варианты радиолокаторов действующих по технологии антистелс эти исследования послужат гарантией безопасности мирной жизни и независимости России и отдыхающих